Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Российская государственность на продажу Азербайджану. Решение на столе. Россия готова обсудить с Азербайджаном поставки военной авиации, заявил Интерфаксу пресс-секретарь Федеральной службы военно-технического сотрудничества РФ. Это подтверждает опубликованные накануне в азербайджанских СМИ информации о том, что делегация Минобороны Азербайджана побывала на авиазаводах в России и договорилась о поставках истребителей Су-35 и МиГС-30П. В случае этой сделки станет бессмысленной русско-армянская сделка по поставкам многофункциональных истребителей Су-30 см в Армению. А значимость этой сделки региональная и нацелена она на обеспечение стабильности, сдерживание азербайджанской стороны и расширение возможностей контрудара. Региональная стабильность крайне важна и для России, поскольку в противном случае Москва окажется перед лицом серьезной геополитической дилеммы, либо потерпеть поражение, либо вместе с Арменией одержать победу над Азербайджаном. России не нужно ни то, ни другое. Тогда зачем Москва хочет продать самолеты Баку? Нужны деньги. России, конечно, нужно сейчас много денег, но ожидаемые средства не так велики. Зато аналогичные деньги уже однажды привели Москву к означенной дилемме. Просто на сей раз победа Азербайджана достанется не России, а Турции. До апрельской войны Москва поставила Азербайджану вооружений на миллиарды долларов, заверяя армян, что тем самым получает возможность сдерживать агрессию. На деле все было до точности наоборот, Баку получил из рук России право на агрессию. Сейчас говорить о том, что это всего лишь бизнес или возможность для России сдерживать агрессию, не более чем самообман, опасный как для Армении, так и России. Люди, которые принимают решение продать Азербайджану военные самолеты, принимают решение против российской государственности. На деле, особенно в условиях усвоенных уроков апрельской войны, Россия продает свою государственность Баку и Анкаре. Напомним, Эрдоган после инцидента в Идлибе предупредил, что Россия будет расколота проживающими в ней 25 миллионами мусульман. Эрдоган не стал вдаваться в детали, сколько из них уже годами вбивают клин в фундамент России, в том числе принимая антиармянские решения. Удобная цель. Почему США преследуют русских монархистов? США внесли русско-имперское движение в список террористических организаций. Это первый случай, когда Вашингтон признает террористическими объединениями, не связанные с исламизмом. Эксперты считают, что такой шаг может быть связан с внешнеполитическими интересами США и с приближающимися президентскими выборами. Госдепартамент США внес русско-имперское движение РИД в список террористических организаций. Об этом 6 апреля сообщил координатор ведомства по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлз. Попадание в перечень означает, что имущество РИД в США, если такое найдется, будет заморожено. Запрещаются любые контакты и транзакции с представителями движения. Уже сейчас были заблокированы страницы РИД в социальных сетях Facebook и Instagram. Кроме того, в отношении трех человек, которых Госдеп США назвал лидерами движения, Станислава Воробьева, Дениса Гореева и Николая Трущалова, будут введены персональные санкции. При этом, как указывается на странице русско-имперского движения ВКонтакте, Трущалов с 2019 года не является членом организации. Это беспрецедентное событие для США, о чем говорит и сам представитель Госдепа. До сих пор в список террористических организаций Вашингтон вносил в основном исламские экстремистские группы. Власти США считают, что в основе РИД лежат принципы превосходства белой расы или белого супрематизма. И это первый случай, когда сторонники подобных идей объявляются в США террористами. Экс-глава отдела национальной безопасности Минюста США Мэри МакКорт в комментарии The New York Times назвала это решение важным. Крайне правоэкстремистские идеи, в частности белый супрематизм и белый национализм, стали более интернациональными, считает она. К слову, именно интернациональный характер деятельности русского имперского движения послужил формальной причиной для объявления его членов террористами. Сейлс утверждает, что представители РИД активно пытаются сплотить единомышленников, европейцев и американцев в общий фронт против их предполагаемых врагов. Он указывает на связи РИД со шведским северным движением сопротивления, организацией, ответственной за террористические акты в Гетербурге в 2016 и 2017 году. Тогда шведские радикалы заложили бомбы рядом с помещением левых активистов и дважды у мест проживания беженцев. Согласно данным шведской прокуратуры, исполнительные терактов якобы проходили подготовку в военизированном лагере РИД под Санкт-Петербургом. Кроме того, известно о сотрудничестве русского имперского движения с традиционалистской рабочей партией США, ультраправой организацией, выступающей с позиций христианского национализма и белого супрематизма. В 2017 году в Вашингтоне и Геттесберге проходили встречи представителей двух движений. Объявив РИД террористами, Вашингтон призвал Россию и другие страны принять соответствующие меры в отношении организации. «Мы призываем РФ выполнять взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом. Мы причислили эту группировку к террористическим организациям. Мы призываем наших партнеров по всему миру, в том числе российское правительство, воспринимать эту угрозу так же серьезно, как воспринимаем ее мы», — сказал Сейлс. При этом представитель Госдепа не стал отвечать на вопрос, подаст ли Вашингтон официальный запрос в Москву с просьбой принять меры в отношении движения. В России в настоящее время русскоимперское движение не отнесено к списку экстремистских организаций. При этом официальный сайт движения и издание печатных органов РИД числятся в списке экстремистских материалов Минюста РФ. Глава фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рагулев в разговоре с газетой «РУ» отметил, что объявление РИД террористической группировкой — это внешнеполитическая кухня в большой степени. «Это скорее российско-американские отношения, послабление или ужесточение. Где-то они готовы идти навстречу, а где-то нет», — пояснил эксперт. «По его мнению, связывать попадание РИД в списки террористов с приближающимися президентскими выборами не стоит. Об этих списках даже никто упоминать не будет в США». Другой точки зрения придерживается эксперт Российского совета по международным делам американист Алексей Наумов. Сейчас американское общество после среблей в новозеландском Крайсчерче, американском Чарльстоне и других терактов стало требовать включения в списки экстремистов ультраправых боевиков. К тому же, как показывает статистика, в последние годы число жертв ультраправого террора превысило жертв террора исламистского. Об этом в своем выступлении говорил и Натан Сейл. Он отметил, что противодействие угрозе белого супрематизма является высшим приоритетом для нынешней американской администрации. Сейлс напомнил о заявлении президента США Дональда Трампа, которое было сделано после массового убийства в техасском городе Эль-Паса в августе 2019 года. «В один голос наша нация должна осудить расизм, фаназизм и белый супрематизм. Эти зловещие идеологии должны быть побеждены». По словам Наумова, для удовлетворения общественного запроса рассматривалась возможность включения в список террористов более крупной и радикально настроенной группировки Atom Waffen Division. Однако мощное представительство от организации в США в случае включения ее в список террористов грозило бы американскому правительству судебными исками. У Риджи, как отмечает эксперт, таких связей в США нет, что делает движение удобным кандидатам на попадание в список террористов. Можно сказать, что это решение – часть компании Трампа по привлечению на свою сторону неопределившихся избирателей. Борьбу с ультраправым терроризмом может поддержать как раз умеренный электорат. Этим он противодействует пропаганде о том, что он является президентом расистом и нацистом. Это то решение, от которого нет никаких негативных последствий для США вообще, резюмирует эксперт. Что и сколько России должна Лукашенко на этот раз? Строительство, основанного 20 лет назад Союзного государства России в Беларуси, правительство РФ попыталось ирени мировать в прошлом году, но безуспешно. Александр Лукашенко заблокировал подписание пакетного соглашения из 31-й дорожной карты. Москву это нисколько не смутило и в конце ноября было достигнуто межправительственное соглашение о нефтяном балансе союзного государства, по которому Россия обязалась поставить в Беларуси 24 миллиона тонн нефти. Тогда сторонники воссоединения исторической Руси обвиняли Кремль в сливе победы, которая фактически была в руках. Без недорогих российских углеводородов хорошего будущего у белорусской экономики не было. Следовательно, не было хорошего политического будущего и у Лукашенко, запланировавшего на лето нынешнего года переоформления своего управления на еще одну пятилетку. При всем демонстративном развороте на Запад, оказании ему различных услуг, вроде облегчения российских ответных санкций или торпедирования российского сценария по Украине, господа из Вашингтона и Брюсселя не спешили брать Минск на содержание. Москва же, наученная киевской катастрофой, постепенно сокращала многомиллиардные ежегодные дотации. Идеологи лимитровной самостейности помогли Лукашенко отчалить от одного берега, но оказались не способными организовать присты на другом. Уга Чавес приказал Белнефтехиму, а заодно всему белорусскому рыночному социализму, долго жить. Ильхам Алиев сроду не занимался благотворительностью. Все прочие варианты были отработаны еще во времена предыдущих нефтегазовых войн. В декабрьском юбилею союзного государства сторонники его оживления подходили не в высшем состоянии духа. Здесь случилось удивительное. Лукашенко потребовал от российских нефтяных компаний снизить стоимость поставок на размер так называемых премий в формуле цены. Новый год наступил с сообщениями о прекращении отгрузки российского черного золота в адрес белорусских НПЗ. Для поставок не было юридических оснований. Был подписан баланс, но не контракты. Лукашенко запретил оформлять сделки, пока российские поставщики не примут его условия. Воспользовавшись этим предлогом, российские трейдеры переориентировали экспорт в дальние зарубежья. От такого развития событий существенно выиграл российский бюджет, так как нефть экспортировалась по более высокой цене с вывозной пошлины, которая при поставках Белоруссии традиционно не взымается. Весьма странной ситуацией, учитывая, что отказ от взимания пошлины был обусловлен участием официального Минска в интеграционных инициативах Москвы. По логике, коль нет интеграции, то нет и привилегий. Торможение интеграции должно было автоматически приводить к ограничению как минимум преференции во взаимной торговле. Учитывая, что почти половина внешнеэкономической деятельности Беларуси связаны с Россией, это очень сильный рычаг. Однако политическое руководство РФ им почему-то не пользовалось. С начала года ВВП Беларуси демонстрировал падение вместо ожидаемого белорусским совмином 0,7% роста по итогам первого квартала. К сокращению промышленного производства добавилась дестабилизация валютного рынка. Возможности экономического роста и до нефтяной войны были ограничены, а теперь и вовсе перешли в область фантастики. Правительство Беларуси в этом видит позитив, так как из-за сокращения импорта сокращается отрицательная сальдо внешней торговли. С Нового года, вплоть до устроенного в Саудовской Аравии обвала мировых цен на нефть, для России все складывалось хорошо. Для Беларуси плохо. Лукашенко стал закупать так называемую альтернативную нефть в Норвегии и других странах, переплачивая огромные суммы из скудного бюджета постсоветской республики. Главное, что без премии иронизировали белорусские блогеры, когда стало выясняться, что альтернативная нефть обходится Беларуси примерно на четверть дороже. Покупалась российская нефть, ее завозили противоестественным путем танкерами через литовскую Клайпеду и далее по железной дороге. Стоимость такой доставки намного дороже, чем по нефтепроводу «Дружба», но и этих объемов не хватало до полной загрузки. Более дорогая нефть сказывалась на рентабельности производства нефтепродуктов. В цене была вывозная пошлина, но певцы самой стильности играли на самолюбие Лукашенко. Пресловутая премия российским компаниям не уплачивалась. Жертву железобетонного требования Лукашенко были принесены и экономическая целесообразность, и в целом интересы белорусского народа. Чиновники разных уровней стали сообщать, что Москва, дескать, согласилась на поставки без премии, что российские компании капитулировали. Из России шли опровержения, но в Минске на них никто внимания не обращал. Таких заявлений в течение марта-апреля было сделано немало. Очевидно, одна из сторон конфликта целенаправленно обманывает общественность всего союзного государства России и Белоруссии. Ввела текущую информационную баталию, зачем-то включился посол России в Белоруссии Дмитрий Мезанцев, заявивший белорусскому гостелеканалу СТВ эфир 5 апреля. Сегодня, о чем сказал Александр Григорьевич Лукашенко, Россия приняла практически весь пакет предложений запроса. Не говорю просьбы, запросы. Белорусской стороны это абсолютная правда. Де-факто нефть будет поставляться без премий. И вот даже то, что день-два обсуждают уровень той цены, по которой в апреле, именно в апреле нефть придет в Беларусь, для экспертов энергосферы оказались шокирующим. На следующий день, 6 апреля, российская пресса уже тиражировала заявление пресс-секретаря Роснефти. Михаил Леонтьев сообщил о подписанных на предыдущей неделе контрактах и начале поставок. При этом он отметил, премия в цене есть, ее размер составляет 5 долларов. На такой же размер премии 2 апреля указывал министр энергетики России Александр Навак. Еще более интересным выглядит опубликованная также 2 апреля. Интервью посла Беларуси в России Владимира Симашко, который заявил, совсем недавно нам удалось найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Республику Беларусь. Это решение основано на снижении премии российских нефтяных компаний в формуле цены на нефть на 7 долларов США за тонну. Оставшаяся часть премии в размере 4,7 доллара США за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Беларуси и России. То есть Россия выплатит новую компенсацию Беларуси. Из каких средств, с какой стати, как это относится со ссылками правительства на необходимость экономии бюджетных средств, мотивами повышения пенсионного возраста в России и многим другим, гражданам России никто не считает нужным объяснять. В свете новой компенсации нельзя забывать и о старой, о требовании официального Минска компенсировать ему изменения России, российского налогового законодательства. Речь о большом налоговом маневре в российской нефтяной сфере, в результате которого налоговая нагрузка перемещается в стоимости нефти. Речь о российской нефти и суверенном праве России меняет свое налоговое законодательство. Речь о деньгах российских налоговотельщиков, которые правительство РФ обязало направить на решение российских проблем, о них чьих-то неважных, где за пределами России. Если должна Россия в нынешней ситуации, то должна она прежде всего исполнить все те благие пожелания, которые записаны в ее конституции.